Медельин, второй по значимости город Колумбии. Столица департамента Антиокия, был основан в 1616 году на берегу реки Парсе как деревня Сан-Лоренцо, с 1675 года. Вильяда Нуэстро Сеньора де Ла Кандилария де Медельин. Медельин называют промышленной столицей Колумбии, кроме того, город носит прозвище Город Вечной Весны, столица Гор, город Цветов, столица Орхидей, прекрасная деревня, серебряная чашечка. Первыми европейцами, посетившими территорию, где сегодня находится Медельин, стали испанцы из экспедиции конкистадора Хорхер Абледа, обследовавшие район в августе 1541 года и назвавшие его долиной С.В. Варфоломея. Впрочем, это название так и не привелось, и в дальнейшем испанцы стали называть долину ее местным именем Абура. В 1574 году испанский поселенец Каспар де Родос обратился в Совет провинции Антиокия села просьбой выделить ему 4 квадратных мили территории долины для основания скотоводческого ранчо. Совет, после некоторого размышления, согласился выделить половину от запрашиваемого. Организация ранчо положила начало экономическому развитию долины и росту ее населения. В 1616 году недавний переселенец из Испании Франциско де Гюрера основал деревню Сан-Лоренцо, что и считается основанием Медельина. Сегодня это один из самых престижных районов города, называемый Эль-Паблада. Деревня. Бурный рост города начался в середине 17 века, когда в Антиоке стали разрабатывать месторождение золота. Благодаря удобному расположению на полпути между тогдашней столицей провинции, городом Санта-Фе де Антиокия, и золотыми приисками, долина Абура быстро стала основным поставщиком продовольствия в провинции. По мере роста численности жителей и их благосостояния все более настойчивыми становились требования введения местного самоуправления, чему противодействовали власти Санта-Фе де Антиокии, опасаясь, что столичные функции будут переданы новому городу. Как показало время, их опасения были не напрасны, хоть и несколько преждевременны. 22 ноября 1674 года королева Испании Марианна подписала указ о формировании городского совета, но столицей Антиокии Медельин стал только в 1826 году, уже после получения страной независимости от Испании. Первая в истории города перепись населения. 1675. Насчитала в нем три 0.00 жителей. Вторая. 1787. 14500. Независимость от Испании не принесла Колумбия ни политической стабильности, ни экономического процветания. Весь XIX век был заполнен экономическими кризисами, военными переворотами, повстанческими движениями и гражданскими войнами. Медельин не стал исключением, хотя на протяжении века его население возросло в три раза, а экономика стала опираться преимущественно на текстильную промышленность и металлургию. После окончания жестокой и кровопролитной тысячедневной войны 1899-1902 годов благоприятное географическое положение города наконец сыграло свою роль, население стремительно увеличивалось. В 60 тысяч в 1905 до 360 тысяч в 1951. Росла экономика, появлялись новые отрасли промышленности. Основным экспортным товаром стали какао-бобы. В течение последней четверти XX века город Медельин считался штаб-квартирой Пабло Эскобара, лидера уголовной группировки, занимающего седьмое место среди богатых людей мира, благодаря торговле наркотиками, по версии журнала Forbes 1989 года. В связи с этим город приобрел недобрую славу столице мирового наркобизнеса. Поскольку Эскобар и его коллеги основали свой бизнес в Медельине, в американских СМИ их организацию называли «Медельинский кокаиновый картель». Эскобар вел террористическую войну. 1980-1990 годы. Против колумбийского правительства, пытавшегося выдать наркобарона властям США, пока тот не был убит в перестрелке с полицейскими силами 2 декабря 1993 года. Город приобрел прежнюю промышленную динамику развития в начале 21 столетия, было построено метро, усовершенствована городская инфраструктура, полиция добилась существенных успехов в борьбе с преступностью. В настоящее время Медельин стал современным, экономически развитым городом, привлекающим множество туристов каждый год. В рейтинге глобальных городов Медельин является гамма-городом, стоя в одном ряду с Баку, Дурбаном или Гонолулу. Город расположен на севере Ант в долине Абура, на берегах небольшой реки Парсе. Медельин лежит в зоне экваториального климата, но благодаря полуторакилометровой высоте над уровнем моря и западным ветрам с Тихого океана, типичная для экватора влажная духота практически отсутствует в городе, и в целом климат Медельина можно назвать очень комфортным для жизни человека. По данным Национального департамента статистики Колумбии, численность жителей Медельина в 2013 году составила 2,5 миллиона человек. Расовый состав населения Метисы – 45,1%, белые – 37,0%, негры – 6,5%, индейцы – 2,1%. В Медельине проживает большое количество потомков иммигрантов с Ближнего Востока, преимущественно арабов-христиан. Около трех дробь четыре горожан – католики, остальные – атеисты. В 1616 году был основан Медельин. Сегодня это элитный район города. В 1970-е, 1980-х и 90-х годах Медельин был одним из самых опасных городов мира из-за действия Медельинского кокаинового картеля и правых военизированных групп. В период с 2011 по 2015 годы количество убийств снизилось на 70% и достигло минимума за 40 лет. Большинство преступлений совершается в бедных районах, а богатые районы, как 14-я коммуна Эль-Паблада, практически свободны от преступности. Одним из самых опасных и бедных районов считается 13-я коммуна Сан-Хавьер. Медельин обладает современной, высокоразвитой диверсифицированной экономикой, основу которой составляют Штаб-квартира Банколомия, крупнейшего банка Колумбии и одного из крупнейших в Латинской Америке. Черная металлургия. Текстильная промышленность. Производство стройматериалов. Пищевая промышленность. Нефтехимия. В городе размещена штаб-квартира крупнейшей в Колумбии финансово-промышленной группы группа Эмпросериал Антиоквана, создающей 5,5% ВВП страны, а в целом Медельин создает 11% колумбийского ВВП, будучи вторым по значимости экономическим центром страны после столицы. После прекращения гангстерских войн на улицах Медельин стал популярным туристическим направлением. Третий в стране после Картахены и Богаты. Также город славится в Колумбии своими сладостями, традицией приготовления которых были завезены сюда христианскими беженцами из Османской империи. Важную роль играет выращивание и экспорт цветов. Медельин обслуживается международным аэропортом им. Хосе Кордовы, с пассажирооборотом 5,1 миллиона человек в год. 2012, второе место в Колумбии. Регулярные пассажирские рейсы совершаются во все основные города страны, а также в Панаму, Майами, Лиму, Мехико, Кито, Мадрид, Нью-Йорк, Сан-Сальвадор, Форт-Лодердел, Каракас, Пунта-Кану и Велимстад. Основой общественного транспорта города являются два автобусных терминала, Северный и Южный, служащих пунктами пересадки многочисленных автобусных маршрутов, междугородных автобусов и Медельинского метро. Последняя имеет две ветки и 28 станций. Расположенные на возвышенностях районы соединены с общей транспортной системой пятой линиями канатной дороги Метрокабло. В 2011-2013 годах на территории Пантификального Боливарианского университета действовала лаборатория с линией троллейбуса модели 42003А производства Белкомонмаш. В Медельине сооружен город Батера, названный в честь одного из самых знаменитых уроженцев Медельина, скульптора Фернандо Батера. На площади свыше 30 тысяч квадратных метров разместились музей, парк скульптур Батера, картинные галереи, студии для художников, зоны отдыха. Главная идея этого проекта состоялась.